Микробный биобаланс В биорастворах входят микроорганизмы, относящиеся к самому безопасному классу. Это раз. Дополнительные компоненты, входящие в состав биоклинера, соответствуют безопасному количеству согласно стандарта европейского сообщества. Это два. Получаемые от микробной терапии результаты успешно применяются в 58 странах мира. Как происходит биокоррекция микробиоды? Рассмотрим тело человека по частям. Нам известны проблемы, которые возникают на отдельных участках тела человека. В таких случаях мы видим нарушение микробиоты. Рассмотрим проблемы микробиоты интимной зоны. Какие здесь у нас могут быть проблемы? Все ниже перечисленные проблемы имеют микробную причину. Послушайте эти случаи. Раздражение и обрелости микробного происхождения. Появившийся неприятный зуд или сжение без причины. Избыточная потливость, неприятный запах. Микозные грибковые проявления. Последствия воспаления мочевыводящих путей. Раны, полученные при половых сношениях. Ну и как апофеоз, это конечно геморрой. Мы до него тоже дойдем. Я хочу вам привести пример применения биоклинеров для интимной зоны. Если у вас все нормально в этой части тела, а это большинство у нас так, то речь здесь пойдет о регулярной гигиене. Но в отличие от традиционного шампуня, наше крем-мыло будет с микробами, которые снимают ощущения последствий чрезмерного щелачивания нежной кожи. Принимая душ, вы будете использовать косметическое средство с пробиотиками. Нежный крем-мыло интим гигиена. Имеет в составе пробиотики, имеет приятный запах, цвет. Для поддержания гигиены на современном уровне, подобную процедуру рекомендуется повторять каждый день, особенно перед сном. В результате вы будете иметь нормальную микробиоту интимной зоны. В случае внезапного появления неприятного зуда или жжения, рекомендуется сразу применять очищение пробиотиками. Гигиена с пробиотиками предполагает в этом случае следующую необременительную терапию. Орошение интимной зоны биораствором из спрея интимная гигиена. С целью размножения полезных бактерий-пробиотиков на этом участке. Обработку пробиотиками интимной зоны гигиеническим мыльным раствором рекомендуется проводить регулярно. Мы не используем никаких биоцидных компонентов для обработки интимной зоны. Наш мыльный биораствор с пробиотиками не сушит, не ощелачивает места интимной зоны. В составе нашего гигиенического биораствора имеются очищенная вода, легкий ПАФ, отдушка, краситель, энзимы и пробиотики. Ассоциация пяти штабов бактерий вида Bacillus subtilis. Восстановление микробиоты кожи в интимной зоне проходит индивидуально, в зависимости от запущенности проблем. Геморрой Это заболевание, связанное с патологическим увеличением геморроидальных узлов. Геморроидальные узлы, особые сосудистые образования, расположены в нижней части прямой кишки, снаружи, в области у входа в анус, внутри, выше границ анального канала. Так как зона развития геморроидальных шишек находится на пути выхода кишечника человека, то не исключено, что в развитии геморроя, роста узлов, принимает участие микробы. А следовательно, в этом случае, для подмывания мы можем использовать гигиенический биоклинер. Именно биоклинер имеет в своем составе компоненты, которые работают против роста плохих микробов, разрушая биопленки. Было замечено, что при регулярном применении гигиены пробиотическими биоклинерами в зоне ануса удавалось качественно уменьшить присутствие геморроидальных узлов и снизить болевые ощущения. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем в качестве профилактики возникновения геморроя применять пробиотическую гигиену микробиоды зоны ануса. И в качестве микробного очистителя для регулярного применения здесь рекомендован биоклинер для профилактики геморроя. Гигиенический крем с пробиотиками применяется для глубокой очистки пор кожи. Биокрем. Био содержит живые и полезные микробы. Крем впитывается, а полезные бактерии остаются на поверхности кожи в качестве защитников. Крем применяется для гигиены ежедневно для поддержания защитной микрофлоры на поверхности кожи. Практика показывает, что после нанесения крема кожа становится эластичной и чистой длительное время. Вообще, этот крем уникальный. Конечно же, в мире много есть всяких кремов. Но наш крем содержит живые бактерии. Вот что хочет, что и делает. И бактерии это бацилю субтилюс. Вот такой крем мы сделали. Он очень популярный. Популярный среди женщин и даже мужчин. Я рассказал вам только о некоторых примерах применения средств гигиены с участием пробиотиков. Тело у человека большое и мест, где могут возникнуть проблемы микробного характера, достаточно. Справка. Восстановление микробиоты человека – это восстановление здоровья человека. Микробиоту можно восстанавливать различными способами, в том числе и традиционными, к которым мы привыкли. Подчеркнем, что в нашем случае коррекцию микробиоты определенного участка человека мы по праву можем называть биокоррекцией микробиоты. Потому что в процессе активного участия принимают пробиотики, живые микроорганизмы, бактерии вида бацилю субтилюс, ассоциации пяти штаммов. Еще раз повторим. Биокоррекция микробиоты – это восстановление микробиоты человека до нормального состояния с помощью живых микроорганизмов. В каждой видео встрече нашего сериала «Микробы» я постараюсь разобрать человека по косточкам и максимально рассказать о возможностях восстановления нарушенной микробиоты. С помощью полезных микробов-пробиотиков мы уже сегодня можем воздействовать на состояние здоровья в лучшую сторону. Наш метод терапии основан на способности одних микробов подавлять рост других микробов. Мы предлагаем практические способы восстановления микробного биобаланса на поверхности кожи человека. Мы восстанавливаем нарушенный биобаланс микробиоты, а это значит, восстанавливаем здоровье человека. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.